И сегодня я хочу поговорить с вами о Божьей любви. И хороший пример Божьей любви открывается нам в отрывке. Это притча об удном сыне, которую мы можем прочитать в Евангелии от руки, 15 главе, с 11 стиха. Еще сказал, у некоторого человека было два сына. И сказал младший сын из них отцу, отец, давний причитающийся мне часть имения. И отец разделил им имение. По предшествии немногих дней младший сын собрал все, пошел в дальнюю страну. И там расточил имение свое, живя распутно. Когда же он прожил все, не стал великий волок в той стране. И он начал нуждаться. И пошел, пристал к одному из жителей страны той, а тот послал его на поля свои пасти свиньи. И он рад был наполнить чрево свое дрожками, которые ели свиньи, но никто не давал ему. Придя же в себя, сказал, сколько наемников у отца моего из бычистых хлеба, а я умираю от голода. Встану, пойду к отцу моему и скажу ему, отец, я согрешил против неба и пред тобой, и уже не достоин называться сыном твоим. Прими меня в число наемников твоих. Встал и пошел к отцу своему, и когда он был еще далеко, увидел отец его и сжалился, и побежал, впал ему на шею и целовал его. Сын же сказал ему, отец, я согрешил против неба и пред тобой, и уже не достоин называться сыном твоим. А отец сказал рабам своим, принесите лучшую одежду и оденьте его, и дайте перст и ему на руку, и обувь на твои. И приведите откормленного теленка и заколите, станем есть и веселиться. Ибо это сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся, и начали веселиться. В этой притче мы видим, что у одного человека было два сына, и младший сын говорит своему отцу, чтобы он еще до своей смерти продал свое имение и разделил между этими сыновьями, и отдал младшему сыну его принадлежащую ему часть. Отец не стал этому противиться, отец отдает ему свое имение, и когда он отдал ему имение, прошло некоторое время, и этот сын решает покинуть дом отца, и уйти в соседний город, и жить там личной жизнью, чтобы принадлежать самому себе. И мы видим, какой он вел образ жизни, он вел распутный образ жизни, блудил, неизвеженность, потому что он там делал, может, употреблял алкоголь. И пришло время, когда он расточил все свое имение, у него закончились деньги, и он был вынужден пойти на работу, пасти свиней. Но такая работа для иудея считалась унизительной и позорной. И даже такой человек, который паст свиней, мог считаться нечистым. Но дальше мы видим, что он решает вернуться в дом своего отца, чтобы отец принял его назад, и принял его даже на тех основаниях, не как сына своего, не как раба, а как наемного слугу. Потому что даже раб тогда считался частью этой семьи. А наемный слуга мог быть, его могли выгнать в любой момент из этого дома. Но отец любил его и ждал, потому что мы видим, что в тексте, когда отец увидел его еще издалека, он подбежал к нему и начал его целовать. И он даже не дал ему сказать слово о том, чтобы он даже принял его просто на работу, как наемного слугу. И отец сделал пир в честь того, что сын вернулся к нему. Он также дал ему одежду и обувь. Это также символизирует уважение к нему. И в этой притче я хочу обратить внимание не на сына и на его грех, а на любовь отца. Иисус в этой притче раскрывает характер нашего Бога и показывает, что когда сын только хотел вернуться к нему, отец увидел его издалека и подбежал к нему сам, обнял его и начал его целовать. Это показывает то, что Бог любит нас, не за то, что мы возвращаемся к нему или приходим к нему с покаянием. Он показывает то, что это у Бога такая Божья природа. Он любит нас безвозмездно. И это не говорит, что мы не должны возвращаться к Богу или каяться перед Ним. Это говорит о том, что мы не должны пренебрегать Божьей любовью. Если мы согрешили, мы должны обязательно покаяться и принести достойный плод покаяния. Потому что без плода это будет просто исповедь, которая не повлечет за собой никаких дальнейших изменений. Часто люди также не видят Божью любовь, а обвиняют Бога в своих проблемах, неудачах, которые просто-напросто являются результатами неверно принятых ими решений. Но Бог также проявляет нам свою любовь, давая нам право на выбор, как и в этой притче. Отец давал право выбора своему сыну, чтобы, может быть, сын в дальнейшем осознал, что он был неправ, осознал свою ошибку и вернулся в Дом Отца. Я вас также всех хочу призвать, чтобы мы так же любили Бога, как и Он любит нас. Слава Ему за это. Аминь. Слава Ему за это. Продолжение следует...